Великолепно Жизнь, Люка-Рокомба Курсан Сам Goten Спасибо Паверия Скажите, у нас есть Вы знаете, что сейчас Технилов Я должен влюбиться в какого-то новознатого музыканта для того, чтобы он полностью пролезал меня, чтобы я пропитался. Я в восхищении, я наложусь под впечатлением, как всё время. То есть и у меня были различные перебили углы жизни. Жизнь и творчества, соответственно, которые просто были вот под этим знаком или под этим. И этому я отдавался все целой полностью. Сначала я был Себастьян Пах. Прилюди Фок, Фаминоур и многое другое. Потом Тяжелого Орка, Прис Паганини. Но никто у нас не играл это произведение. А мне так хотелось доказать, что можно сыграть его на гитаре. И распирал. А потом другой период. Я занимался гельской акустической гитарой. Всё-таки я закончил классическое отделение и классическую классику всегда. Поэтому хотелось доказать и показать, что в управлении оркестра это всё звучит и звучит красиво. Аранжировка, это тоже моё. Потом кильской, четыре года я записывал этот альбом. Ну, вот так вот. Может, оттуда что-нибудь проиграть там? Давайте. Давайте, что? Такой трек. Вот утренний жиганцев. Своё. Угу. Хотите? Это весёленькое. Своё. Я посетил Ирландию, там, подружился со собой. Где это такие угрюмые дядьки? Они свежать не русские. Вы знаете, они внутри там упакованы, совершая свою надежду. Сейчас, наверное, разкушим об этом. Расскажутся. Их нет. Придержи. Двадцать линобой. Клёвая музыка. Угу. Интересный, кстати, дядь. Снизу. Я проеду здесь, чтобы на ниге показать, чтобы на ниге поедут. Да, надо такую взять для камеры, настолько, что поворачивать можно, фиксировано неинтересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Потрясающе! Пишет Ли из Ростовской области. Получила огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо. И мы тоже бываем и в Ростовской области. Мы много ездим с гастролями и делаем все время разные программы. Ну да, это вот кельская. Василий, Виктор, привет. А на барабанах в этой джиге Комаров играет. Спасибо. У вас прекрасный звук и вкус тоже. У меня, конечно, группа... Я долгое время работаю с Васей Курсаком и с Дмитрием Лабаном. Бывший мой ученик. Вот теперь мы уже больше десяти, больше пятнадцати лет. Со многими мы надолго. А как вы подбираете людей? У меня работали многие музыканты замечательные из Динамика, Сережа Рыжов, уже ушедший из этой жизни, Толя Абрамов. Но все равно они были немножко в своей дизе и в своей песочке. А я... Вот сами люди приходят. Как кошки, знаете, приходят сами. Будут самые хорошие. И вот как-то люди сами приходят. Характеры у вас одинаковые? Нет, не должны быть разные. Хотя обязательно должна быть разница характеров и искусства, и мудрость человека в том, чтобы дать возможность оставаться всем всеми. Да. Звукорежиссёра, Анюк Люма, они на себе новые басисты. Ну, не все, конечно. Да, басисты, они усвоятельные, там всё медленно, надолго. Да. У меня в коллективе четыре басиста. Все кто-то раньше играли на тиге. Да, это нормально совершенно. Это коллектив. Из-за того, что все разные, это интересно. Да. Смотрите, Лена из Ярославля, Абрагин, спрашивает, а кем вообще вы хотели стать в детстве, если бы не гитарист, то кто? Музыкальный педагог. Я же рос, ну, понятно, в эпоху застоя, и я рано решился, родители практически, мамы. Я сам себе там по магазинам ходил, готовил поесть, и это было сделать нелегко. Ну, это хорошо, что я ещё в школе до двух, там, до трёх мы учились, и потом я до пяти прибегал в магазины, нифига же не было, и надо было стоять в очередях не меньше полутора часа, чтобы хоть что-нибудь себе купить. Поэтому я как-то так смекнул, что хорошо, когда иметь рабочий график такой вот, чтобы, да, свободный, чтобы с утра и днём можно ходить в магазины, да ещё и чтобы отпуск был пару месяцев. А у кого? У педагогов! Как здорово! Вот я и хотел стать гитарным педагогом, каким-то музыкальным педагогом. Ну, почему музыкальным-то можно стать русским? А всё-таки я не знаю, но музыка — это особый мир, в котором всё подчинено своему правилу, и всё таково правильное. Пока выросли, музыка звучала. Да, конечно же, да, у меня ничего не было другого, кроме музыки, и это меня держало и в жизни помогало не зайти в сторону. Вот я уже играл в вокаль инструментального ансамбля, понятно, там, в школе. Вы помните, как называется? Да, у нас, я не знаю, что всё, я помню, у меня ветвы, катастрофа, полумрачные, всё. Ощение, я был миражный. Чего? 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 Но они всегда были на танк, когда-то сходили. Да. Когда-то обширмировали две игры, и компонсенсировали на данный момент, и не очень великих. Конечно. Так, выучить. А когда Квампитер попал на уроке первый раз? Первый раз за кроватью, в Ленинградском, когда переделал её на кусте нарушение, когда было 9 августа. Конечно, 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 конечно. Ты видишь, что всё, и потом... Сначала уже электропапа помог, купил электрогитару немецкую. И так вот постепенно, треугольной формы в школе, на ней запиливался вибратором, включали это в магнитофон, и это являлось примочкой, перегрузом. Другого не было в магнитофон. И так вот сами колонки делали, сами ездили. Но было очень интересно. Некоторые сами гитары любили. Очень хорошие получались. Сниматели. Ну, чего ты могу там? Ну, это всё прошло, и теперь я очень рад, что всегда в магазинах теперь можно заглянуть и найти хорошие правды. В основном, вот я не должен совсем был, гитары, ну, такие красивые, но они не совсем профессиональные для того, чтобы играть и иметь хороший результат. Всё-таки нужны более редкие гитары, поэтому я езжу по всему миру. А вы где откупаете? Я в Сумерку.